Мышцы у человека, как правило, имеют такие дельтёнообразные формы, волокна там располагаются, еще более мелкие волокна, заканчиваются сухожилиями, которыми крепятся к косточке. Что такое спазм мышечный, блокады, это примерно все одно порядка вещи, когда перенасыщена мышца и она ее не отпускает, там сгусток кровеносный. Он может быть такой, что прямо иногда, когда сгусток его пускали, он делает черного цвета, такой сметанообразный. Мы его вот этими мышцами, когда мы его массируем, мы его растягиваем сюда и сюда, под водящим каналом его выводим. Вот таким способом воздействия именно на мускулатуру. Слышишь? Да. Он начинает быстрее рассасываться, быстрее уходить, потом с помощью нюфоканалов мы его выводим, ну, дальше по лимфоканалам. Сейчас проявим канал, скажем. Но, есть еще другие способы, точечный способ, откуда берется. Вот есть, так называемая точка, в которой придется сигнал в мозг. Мозг его получает, да, и он его не может, ну, он понимает, что болезненный сигнал какой-то, да, у человека, что-то зажатое. Мозг это понимает, он сюда направляет что-то. Как правило, опять все работает кровью человеку. Направляет еще больше крови. А там шлаки уже образовали за это время, а там уже гематома может быть, там уже все что угодно может быть. И человек начинает опять испытывать боль. Почему? Потому что вот эти всякие выпуктости, они опираются на всякие нервные волокна, которые тоже могут вот тут вот, напрямую вот этот нервный волокну идет, оно пережимается, конечно, от этого человеку спитут боль. Когда мы кровь рассосали, разогнали, с лимфы она еще быстрее, наверное, уходит, потому что метаболизм увеличивается у человека, его отпускают. Но есть еще одни точки, вот здесь, где крепятся мышцы через сухожилия. И, соответственно, от них тоже идет сигнал в мозг. Понимаешь? Мозг испытывает боль из другой из этих точек. Может его испытывать. Но если мы точно воздействуем на эти триггерные точки и пережимаем, почему воздействие должно иметься несколько секунд, а не просто так. Ну, приблизительно сколько? Тридцать? Нет, не тридцать, десять достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы нажали. Больно, да? И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И потом мягко опускаем. То есть, так же мы туда винтились, тихо к шерцу и вывинтились. Десять секунд это прошло. За это время мозг, он теряется. Он не понимает, у него и так было больно, а вдруг еще больнее стало. Он теряется и не понимает. Он просто ее разжимает, эту мышцу. А разжимает тоже кровью. Получается, здесь на входе, где-то кровеносная система уже напиталась. Мы как шланг. Ну, как будто бы, знаете, пережали шланг, с той стороны уже напиталась. А когда разжали, эта волна кровеносная, фух, и прогоняет вот этот вот блок в этой мышце. Он прошел туда. И таким образом тоже отпускается. Вот есть такие точки, которые отпускают целиком. Не годичную всю зону, или вот ключевую часть. Вот сразу, вдруг, мышцы многие отпускают. Сейчас мы их еще найдем здесь. И то же самое в крестце. Тут вот крестец, я уже говорил, треугольничком идет. Здесь идут выход нервных волокон. Хвостом. Не, 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 не. Хвостом это... Там очень много точек на кресте. Да, мы сейчас их давай покажем на схеме здесь. Александр, можно на компьютере. Такой, по поводу, чтобы самих подкинуть. Так же вот ударная техника. Что делает? То же самое. Мы бьем, ударяем по мышце с этой стороны. И таким образом пробиваем, грубо говоря, метафорой, конечно. Пробиваем эту проволоку. Вот где мы нашли, вот здесь, да? Вот эту точку. Прямо по нее можно так постучать. Понимаешь? Или мы нашли зажим рядом, очень близко. Вот крестца, они бывают на пятом позвонке поясничном. Мышцы вот так вот пережимаются. Я еще раз повторяю, что вот это не грыжа болит. Это болит именно вот этот вот сжатый мышечный каркас. Мы ее там находим и можем по ней прям вот простучать вот эти места. А есть ли те ваши палки, которые есть, можно? Можно палочками. Но палочки, они... Больнее? Не чувствительные? Нет. Не больнее, менее чувствительные. Они как бы... Болезненнее, но они на другом месте могут подходить. Да. Они как бы, ну такое размазанное действие получается. Неконкретное. Размазанное. Потому что вибрация, она, конечно, передается. И мелкие мышцы, да, они разжимаются. Но когда вот такой большой сгусток, там просто человек не почувствует. Сейчас я вам покажу. Я вам покажу. Музыка. 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 Это вены? Да. Музыка. Ну, грубо говоря, вены в Москву, да. Вене артерии, это вены. Зачем? Музыка. 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 Зачем? Не знаю, там еще картинки есть в следующих,ourswer driven. Музыка. Аудитория в планете. А если я хочу, и приставьте уavier addition. У нас на эти, да, вот точки вырубаете, я думаю, нажимать там какая-то, ну, таз. Да, давайте здесь прикройку. Где там еще просто? Пока. Вот это между позвонками идет внутри нервный столб, да, а вот это у него корешки идут, видите? Вот позвонка, помните, я говорил, есть вот остистый отросток и есть еще два. А это что такое? А это позвонок уже больной, больной остеохондрозом. Вот это грыжа? Нет, грыжа вон красная там. Ну вот, вот, вот это? Нет, это нервный перешок, да, вот там на красном внутри. Ну, сейчас это нарисую. Это уже позвонок, избитый остеохондрозом. А вот здесь, вот видите, идут грыжи показаны. Вот они, между четвертым и пятым позвонком, видите? Вот L5 и L4, поясничные позвонки, соединяются с крестцом, да? И вот этот крестец, вот они, видите, они начинают выходить, нервные окончания выходить из вот этих точек. Они тут примерно 4-5. Вот, и если грыжа, она сообразовалась, ну, например, вот, между четвертым и пятым позвонком, видите где? Да. Нервные крышки, которые выше идут, она их не задевает. Она мимо проходит. Поэтому боль будет ниже. То есть грыжа между четвертым и пятым, а боль получается на уровне пятого. Сюда будет пятый, да? Ниже. Если вот грыжа вышла здесь, то она пережимает позвонки, ой, нервные окончания, которые выходят в таз, да, и нервируют уже практически в ноги. В нижнюю, да. В нижнюю конечность, да. Иннервация – это передача вот в нижнюю конечность. Соответственно, вот этот вот грыжный рисунок сбоку вышел, видите? Она не передавливает все позвонки. Слава Богу, передавливает только те, которые отходят, да? Если она была бы вышла посередине, то он был гораздо хуже. Болела бы весь таз и общее заболевание всех ног могут быть. Вот, да, если даже вот грыжу. Ну, вот даже здесь, да? Значит, она переживает и таз, и боковой вот это, да? Да, если ты переживает. Вот, а вот этот хвост, который я говорил. Скинуешь? Ну, хорошо, да. Всем, кто… Ты опять загоражаешь камеру. Как ты встал? Посмотрю, интересно. Е-мое. Да, все эти картинки, которые я вам показываю, конечно, вышлю на работу так составить. Так что, вот непосредственно ты спрашиваешь про грыжу, да? Да. Анатолия. Желательно на пациенте не лежать. Я ее грею. А что я тебя грею? Так, на картинки мелкие. Мне ничего. Вот. А, это грыжа. Это процессы появления этой грыжи. Здоровый позвонок, да? Вот у меня началась протрузия. Протрузия – это предшествующая форма грыжи. Фиброзное кольцо вот это вот. Ну понятно, где в середине идет, да? Ядро. Да, ядро. Ядро может там. Вот это ядро? Вот там назад. Да, вот там было. Студенец. Нет, 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 это не аф идет. Вот. А, вот это ядро? Да, я сейчас ищу, может быть, даже видео найду. Короче, я слышу, не рисую на доске. А кто по мастеру забрал? А вот у вас. Ага. Значит, смотрите, вот позвонок он, какой-то вот такой примерно, да? Ассистый отросток на его. Для амортизации… У нас есть соединительная ткань. В природе придумана прокладка такая специальная. Многие говорят там, это хрящик. Это, в общем-то, вообще не хрящик. Это фиброзное кольцо, которое питается, к нему там подходят какие-то еще и кровеносные сосуды. А внутри у него есть жидкое ядро. Пульпозное ядро называется. Еще для большей компрессии, чтобы можно было… Ой, амортизации. Чтобы можно было больше амортизировать. Чтоб позвонки на стену. Да. Это нормально, да. То есть оно, как бы, вот так немножко расширяется. И это кольцо, оно может и сюда, и сюда выпирать. Но, что происходит с остеохондрозом? Остеохондроз – это, на самом деле, не только, как обычно говорят люди, о, у тебя остеохондроз. Кому кучу пациентов приходят, от врачей. Врачи ему поставили остеохондроз. Остео – это кости, хондроз – это болезнь. Ну, хондроз по-русски, да. И как вам говорят? Вот этот остеохондроз мне исправь. Его невозможно исправить, потому что он не там находится. Он не в мышцах находится, он находится на костях. Когда вы рентгеном просвечиваете эти позвонки, у него вот уже будет… Стертый. Отрезка. Не стертый, не стертый. Сначала это будет вот такое вот темное образование. Ну, соответственно, на рентгене это будет белое. Рентген жарит. Инвертирует, да, наше изображение. Тут больше лучей проходит вот так. Тут они плотные, не проходят лучи. Далее образуются всевозможные вот такие шишечки. Которые вот выпирают вот эти узлы? Нет, это еще не узлы. Это шишечки на самом позвонке. Они могут, честно говоря, быть где угодно. И здесь вот даже выйти. Остеофита. Остеофита, да, так называемые. Остеофит. Я вам сейчас даже покажу. Хлечевые. А, видите, они здесь. Видео я там все здесь покажу, что это такое. Чтобы правильно понимали. Остеохондроз. И так некоторые там говорят массажисты, вот я тебя помассировал, все, избавил от остеохондроза. Это дегенеративное изменение позвонков, которое у нас присутствует практически у всех. Начиная у кого-то больше, у кого-то меньше, 20 лет, 60 лет. То есть остеохондроз поставить за такой диагноз практически нет смысла, потому что он и так у всех есть практически. С возрастом. Да, с возрастом больше и больше и больше. С образом жизни. Да, из-за образа жизни. Из-за того, что следящий образ жизни, или наоборот, слишком активный образ жизни, начинаются вот эти дегенеративные процессы. Вот на той картинке вы видели, как уже пошли трещины, да? Фиброзного кольца. Нет, пока еще не фиброзного кольца, а пока еще вот сюда они пошли. Да, там трещины. И поэтому трещины. Да, и тут вот были трещины. А это вот уже пошли поражения. Машка, ты спишь. Я слушаю. Машка, ты слушай. Я не просыпаюсь. 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 А, ой. Я не пришелся. Вот смотрите, что такое усталхондроз. Это показан позвонок атлант, самый верхний. Знаете, да, где он находится? На нем лежит череп. У него такие специальные чашечки есть. Под череп. А роботом? Да. Он вот эту аорку может очень легко пережимать. Вот видите, как? Да. Это происходит иногда даже при рождении. Иногда человек всю жизнь испытывает головной боли. А вот что такое усталхондроз. Видите, на соседних тканях. И он тоже пережимает артерию. Ну, это тоже мудривенное поражение. Украинский ДГ. Увидели, да, где усталхондроз? Вот видите, и он сдавливает и вены, и нервы. От того, что смещается вот эта дегетеринация позвонков, да? Нет, не путайте. То есть смещение – это смещение. Дегенерация – это ухудшение, которое нельзя вернуть назад. Ну, так оно и сжимает вот эту аорку, правильно? Подожди, не совсем. Оно сжимает, да. Если вот эти вот наросты остеохондроза, они образуются вот где-то здесь. А, все, поняла. Вот те белые, которые там… Да, вот эти беленькие, да. Нерв идет внутри. Да, да, все. Вот там идет нервный столб. Маша говорит, что знает анатомию, да? Да. Не будешь смотреть? Нет, я все представляю. От этих нервных столбов идут вот такие корешки нервные. Да. Они уходят, соответственно, в органы. Угу. Да? Вот. И когда мы за счет вот этих вот дегеративных процессов, они давят на… МРТ. Образуются шишечки вот эти там, да? Выступы, там их даже… На МРТ там говорят полтора миллиметра или еще сколько да. Они давят на наше пепрозное кольцо. Таким образом, в этом кольце нарушается питание. Нарушается его гидроскопия. Он начинает высушиваться. Более того, он сдавливается. Вот он может быть вот таким уже плоским. Как бы следующий этап рисуем. И вот это уже есть грыжа. Да. И вот он начинает выпячиваться. Грыжа – это выпячивание по-русски. Выпячивание вот это, которое держит наш…